Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вы пишите, у нас с мужем большие разногласия, ему толком не могу угодить, постоянно где-то придерётся к словам или поступкам. В интимном плане вообще молчание с его стороны, но при этом говорит всегда, что любит меня, нужна ему, но я это не чувствую, хотя люблю его. У него с ним пятница недели, где-то всё хорошо, где-то всё плохо, а я плачу часто, переживаю и боюсь, что скоро всё закончится. Как попытаться сохранить всё? Ну, на мой взгляд, сейчас вы пишите в достаточно таком серьёзном достаточно состоянии, да, вы пишите в состоянии, ну, скажем, взволнованном, да, вот давайте, ну, вот так вот скажем. Что вы пишите в взволнованном состоянии, сейчас, и что здесь нужно, на мой взгляд необходимо рассмотреть, необходимо рассмотреть, что, 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 конкретно, вас в это, ну, вот, в такое состояние, да, грубо говоря, что вам поместила, поместила, вот, то есть нужно посмотреть на то, что в белу у вас такое, ну, вот, в такое состояние. Почему это, почему это важно, дело заключается в том, что вы, как бы, связываете то, что с вами происходит с мужем. То есть вы ответственность, вот, свою возлагаете на мужа. На мой взгляд, муж, ваш, здесь не пришёл, и дело важен, на мой взгляд, собственной модели поведения. Вот. Нужно только, как мне, как мне кажется, разобраться, что именно. Так сильно тревожит. Вот. Понимаете, да? То, что вы описываете очень сильно похоже на созависимую модель поведения, на созависимую модель отношений. Вот. То есть вы, вот, пытаетесь угодить своему, значит, ну, своему мужу. Вот. 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 Он, соответственно, этого не принимает, да, он как-то вот отвергает. Отвергает, ну, данную, данную, отвергает ваши попытки, скажем так. Ну, вот. Вопрос только заключается в том, как, ну, каким образом, то есть как, 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 вот, получается так, что он это делает. То есть тут вот вы пытаетесь в этом смысле решить проблему своей тревожности и страха социальной. А также, что важно, связывайте свою собственную ценность с ним, с его личностью. Вот. Ну, имеется в виду с личностью вашего мужа. Хотя, от него никак не зависит ваша цена. Ну, ну, в вашем случае такое почему-то происходит. Я очень хотел бы, ну, понять и разобраться с тем, как вы к этому приходите. Вот. То есть каким образом вы приходите к тому, чтобы, вот, ставить в зависимость от действий вашего мужа свою цену. Вы говорите, значит, у нас с мужем разногласия. Смотрите. Разногласия означает, что у вас разный, разный, ну, буквально разный голос. Буквально. Это. Буквально. То есть, если у вас с вашим мужем, вот как, ну, как вот мы говорим, да? Разный голос, разный глаз, разногласия. То есть, я думаю, что у вас тоже в таком случае должна быть какая-то, ну, ваша позиция. И вот этот момент не ясен, есть ли какая-то позиция, да, точка строения у вас или нет? Это как раз, это как раз в данном случае не совсем очевидно. Это нужно исследовать, чтобы посмотреть, а какова ваша позиция, вот, по, ну, например, данному вопрос, который вы, например, ну, опять же затрагиваетесь с вашим супругом. Вот именно какая ваша позиция, а это пока не ясно и не очевидно, потому что ее вы не высказываете. Да? А вы высказываете только, ну, вот, в какой-то степени, да, значит, жалобы на своего мужа. То есть вы, ну, вы, вы как бы жалуетесь на то, что он, он вот, значит, не делает и не поступает, ну, не делает и не поступает. Так как, например, вы хотите, чтобы он поступал. Ну, 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 ну к примеру. Вот. Вот вы в этом смысле пытаетесь за счет своего мужа что вы пытаетесь решить трудность своей тревожностью, например, допустим. Вы пишите, я часто плачу, переживаю. Из-за чего? Из-за того, что не доверяется себе. Из-за того, что не можете опираться на себя, а пытаетесь опираться на своего супруга. Вот. Скорее всего. А супруг, он не хочет, чтобы вы на него опирались. Поэтому давайте для начала сформулируем и разберем ваши противоречия и трудности, а после уже можно будет смотреть на то, как это скорректировать в конце отношений с вашим мужем. Я думаю, что так будет наилучшим образом решены ваши проблемы. Всего вам самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...